В крае введен самый высокий уровень пожароопасности. Вспыхнуть может в любой момент. Частный сектор уже горит. В крае почитали ущерб от наводнения и пересмотрели региональный бюджет. Поправки для помощи подтопленцам губернатор представлял взаискалично. Прорыв в мировой медицине, совершенный краснодарскими врачами, впервые удалось пересадить ребенку кожу сразу всего лица. И на федерального судью в Краснодаре напали с бейсбольной битой. Сосед спас. Преступления связывают с профессиональной деятельностью пострадавшего. Это «Факты» на девятом. Здравствуйте. И начинаем с предупреждения. На Кубани введен режим чрезвычайной пожароопасности пятого, самого высокого класса. Экстренное предупреждение распространило сегодня управление МЧС. Сильная жара ожидается завтра и послезавтра практически на всей территории края. Столбик термометра поднимется почти до 40 градусов. Из-за этого возможны пожары в лесах и на полях, а также в населенных пунктах. Могут произойти аварии на ЖД путях и увеличится количество ДТП на автомобильных дорогах, предупреждают в МЧС. И сегодня в Армавире из-за сильной жары едва не сгорели сразу несколько частных домов. Огонь вспыхнул в гараже пенсионерки. Женщина сначала пыталась потушить пламя сама, но сильно обожглась. Выбежала на улицу, попросила помощи соседей. Те вызвали пожарных. Из-за высокой температуры воздуха и ветра огонь в считанные секунды перекинулся на стоящую рядом летнюю кухню. Огонь полыхал в нескольких метрах от домов. Их жители в панике выбежали на улицу. Чего боюсь, чтобы не загорелось? А чего боюсь? Пескатой остаться. Возможных причин пожара может быть много, но пока предположительно причина пожара – нарушение правил эксплуатации электропроводки. То есть или же короткое замыкание в связи с замыканием проводов, нарушением изоляции, или же просто разрушение изоляции и, соответственно, повышенный нагрев. На месте работали три пожарных расчета. Огонь потушили от возгорания. Кубанская жара приводит не только к пожарам. У людей ухудшается самочувствие. Врачи советуют не пить много воды людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А вот отказаться от газированных напитков врачи призывают всех без исключения. Они, так же, как и квас, не утоляют жажду. Утолять жажду лучше чистой водой, негазированной, комнатной температурой. Надо ее резко охлаждать. Или вот можно зеленый чай, только некрепкий чай. Тоже он будет давать хороший утоляющий жажду эффект. И утолять жажду небольшими объемами. Достаточно пары глотков. Так же следует отказаться от употребления соли и пива. Они задерживают жидкость в организме. А этого человеку становится еще жарче. Защитить от перегрева, по словам врачей, поможет одежда. Она должна быть из натуральной ткани, например, с хлопка. Так же хорошо освежает масло мяты или бергамота. Его нужно нанести на запястье рук. Жители Крымского района, чьи авто повредила стихия, освободят от уплаты транспортного налога. Меры государственной поддержки будут действовать и в отношении предпринимателей, чей бизнес также пострадал от стихии. В этом и следующем году при оплате налога на имущество для них установят нулевую налоговую ставку. Вообще специально для максимальной и оперативной помощи пострадавшим перекроили региональный бюджет. На сессии ЗСК сегодня приняты поправки и несколько законопроектов вносил губернатор лично. Яна Маскаленко продолжит. Своё почти трёхнедельное пребывание в районе ликвидации и последствий чрезвычайной ситуации глава региона сегодня специально прервал. На 65-й сессии законодательного собрания Александр Ткачёв лично представляет два законопроекта, от которых напрямую зависят сроки и успех восстановительной операции в Крымском районе. Практически все заместители мои, все абсолютно, живут в Крымске, департаменты. И по большому счёту все эти дни администрация края пустая. Я сам сегодня впервые нахожусь в Краснодаре за все эти дни. Хочу благодарить главу администрации. Вы знаете, ни за кого не было стыдно. Когда я подходил к каждому штабу, естественный вопрос у людей. Как работают, как взаимодействуют. Слова огромной благодарности. Люди симпатизировали и отношению, и то, что вместе делили кусок хлеба. Это, конечно, для глав администрации, для всего административного корпуса, который там сейчас находится, живёт. Это большая школа на самом деле. Изменения, которые необходимо срочно внести в краевой бюджет, представляет министр финансов. По словам Ивана Перонко, благодаря поправкам в свои финансовые обязательства перед пострадавшими от наводнения. Прежде всего, это выплата компенсации и финансирование строительства нового жилья. Край выполнит оперативно. Нам необходимо будет серьёзно скорректировать расходную часть краевого бюджета. В целом, на ликвидацию стихии в Крымском районе, в городе Геленджике и Новороссийске, сегодня предлагается выделить из краевого бюджета 5,1 миллиардов рублей. Ткачёв, обращаясь к парламентариям, говорит о беспрецедентной поддержке, которую сегодня оказывает правительство страны. Из федерального центра на ликвидацию последствий стихии на Кубани в общей сложности будет выделено 11 миллиардов рублей. Ущерб от стихии, по предварительным данным, составляет не меньше 20 миллиардов. При том, что бюджетную политику региона предстоит в корне пересмотреть, говорит губернатор, делать это будут не за счёт социальной сферы. Мы должны город Крымск вернуть в прежнее состояние, в нормальную жизнь, нормальное русло. И мы будем, вот этот год следующий, тратить из краевого бюджета значительные суммы. Тем не менее, я думаю, что мы будем сегустировать бюджет, но не за счёт людей Края, не за счёт социальной сферы. То, что сегодня администрация Края нашла возможным не сокращать финансирование программ, это, в общем-то, большая победа. Но мы все прекрасно понимаем, что это и большая ответственность. Большая ответственность нас всех за то, чтобы экономика работала чётко, чтобы были дополнительные источники бюджета. А они могут быть только за счёт увеличения или роста экономических показателей повсеместно на всей территории Края. Атаман Кубанского казачьего войска сегодня тоже впервые в краевой столице после случившегося в Крымске. Казаки оказались на месте трагедии уже в первые часы наводнения. Больше трёхсот человек участвовали в спасательной операции. Всего же в восстановлении города приняли участие больше полутора тысяч казаков Кубанского войска. Причём порой гораздо важнее разборов завалов и обеспечения гуманитарной помощи была охрана общественного порядка. Именно казаки пресекали попытки дестабилизировать ситуацию, задерживали провокаторов и охраняли от мародёров то немногое, что осталось у подтопленцев. Николай Далуда призвал депутатов поддержать законопроект о создании профессиональных казачьих дружин, которые будут заниматься охраной общественного порядка. Речь идёт о службе в соответствии с трудовым законодательством, с зарплатой на уровне сотрудника патрульно-постовой службы. Казачья форма одежды в летний период времени подразумевает себя вот такая форма, как у меня. И фуражка, ну если очень жарко, то без кителя. Ночной патруль, когда будут заступать, это камуфляжная форма одежды и обязательно кубанка. В зимнюю форму одежды входят это бекеша, ремень, сапоги и папаха. То есть всегда жители края, гости края смогут отличить казака от другого сотрудника силовых структур. На службу власти региона планируют привлечь тысячу казаков. Они будут обеспечивать порядок совместно с полицией во всех муниципальных образованиях края. Причём отбор казаков будет строгим по тем же требованиям, что и для сотрудников полиции. Мы намерены кардинально изменить ситуацию на улицах, чтобы задействовать весь потенциал нашего казачества. Это такой пилотный проект на территории Российской Федерации. Люди обратят на это внимание, обязательно, в этом не сомневаюсь. И это придаст определенный настрой не только жителям края, но и всем приезжим, в том числе. Что здесь, на Кубани, вслед за порядком казаки, местные жители, народ, проживающий здесь, исконно. И тем самым мы подчёркиваем, говорим о том, что нам не безразличны всё, что здесь происходит. Абсолютно. Это наша земля, наши традиции. Они нам дороги. И мы хотим, чтобы здесь был порядок. Доверие казакам парламентарии оказали единогласно. На формирование дружин, жёсткий кадровый отбор и обучение у атамана кубанского казачьего войска есть чуть больше месяца. 1 сентября казаки должны приступить к внесению государственной службы. Яна Мскаленко, Анжелика Капышева, Валерий Пятов, Денис Пскаленко, 9 канал, Краснодар. Также депутаты кубанского парламента приняли решение создать экспертно-консультативные советы при комитетах законодательного собрания края. В него войдут ведущие учёные, специалисты различных областей и представители общественных организаций. Владимир Бекетов отметил, в совет будут принимать независимо от партийной принадлежности. Таким образом, по словам спикера, активисты смогут принимать непосредственное участие в законотворчестве. Если пойти по пути, чтобы каждый комитет имел 15 членов консультационного совета, то это практически получается 240 активистов будет иметь законодательное собрание края. Те активисты, которые будут иметь возможность высказывать своё мнение, принимать участие в заседании комитета. На сессии парламентарии также заслушали отчёты об исполнении бюджета фонда обязательного медицинского страхования за прошлый год и обсудили постановление о соблюдении сроков строительства олимпийских объектов. Кроме этого, депутаты обсудили ещё более 50 вопросов. Более 14 миллионов рублей собрала благотворительная программа «Цветик-семицветик» для пострадавших в Крымске. Средства насчёт фонда поступали со всей России. Большой вклад внесли и кубанцы, в том числе во время благотворительного телерадиомарафона, который прошёл на нашем канале «Первом радио и Казак-ФМ». Только сотрудники четырёх больниц Краснодара перечислили фонд «Цветик-семицветика» 4,5 миллиона рублей. У нас на сайте находится фотоархив этих образовательных учреждений. Мы даём по горячей линии контактные телефоны руководителей образовательных учреждений, чтобы жертвователи напрямую могли узнать, в какой помощи остро нуждаются. Также даём списки семей с контактными телефонами многодетных семей, которые лишились крови. Например, у трёхлетнего Максима Жукова из Крымска сахарный диабет. «Цветик» помогал ему и до наводнения, но после трагедии мальчик остался без жизненно необходимых дорогих медикаментов. Сегодня Максим вместе с мамой, Надеждой, отдыхает в Анапе. Благодаря программе «Цветик-семицветик» у него есть инсулиновая помпа с полным набором расходных материалов. Помпа для нас оказалась действительно как подарок судьбы, скажем так. И, соответственно, как бы с вот этими расходниками, то, что помогли нам, буквально там, я не знаю, 3-4 дня максимум прошло, то есть они привезли нам. Они не стали спрашивать, есть у нас, нету. Они звонят, говорят, у нас есть возможность вам дать вот это, вот это. Добавлю программу «Цветик-семицветик» вместе поможем детям бессрочная. Вы также можете помочь пострадавшим при наводении в Крымске. Реквизиты расчетного счета вы найдете на официальном сайте благотворительного фонда. Но мы продолжаем рассказывать истории спасения людей при наводнении. Герои нашего следующего репортажа живут в Новороссийске. Во время наводнения они на автобусе вывозили людей с самой затопленной улицы города. И, возможно, именно благодаря им там никто не погиб. Ольга Музыка встретилась со спасенными и с их спасателями. Мы в эту сторону ехали, и я, как вам сказал, что или обратно не вернемся, честно говорю, можем не вернуться назад. 6 июля, когда дождь заливал Новороссийск, замглавы восточного района города Наталья Костенко и водитель Ашот Макартычан на пассажирском автобусе выехали спасать людей. В администрацию позвонила перепуганная женщина, медсестра местной больницы. Она была на дежурстве и умоляла забрать из дома ее 13-летнего сына. Наталья говорит, в эту секунду подумала о собственной дочери. Ей тоже 13. В тот момент по городским улицам уже неслись потоки воды. Наталья и Ашот знали, дом, к которому они ехали, стоит в низине. Этот район затопят одним из первых. Уже на подъезде к нужной улице они заметили, уровень воды стал резко подниматься. Стоят КамАЗы, боятся ехать. Уралы только несколько штук было, и то они там туда-сюда. Я перекрестился, говорю, дай бог, чтобы мы проехали. Знаете, как удивительно было, что я вообще думала, что человек думает за свой транспорт, за то, как он выйдет сейчас, еще что-то там, какой-то, ну, может быть, он даже не сказал, что вызывай спасателей. Улица Водная в районе Шисхариса находится значительно ниже других. Кроме того, прямо по ней течет небольшая горная речка. Но во время наводнения ее потоки ломали асфальт, как тонкую фанеру. Большой пассажирский автобус кое-как протиснулся по узкой дороге вглубь улицы. Максима Середу, того самого 13-летнего мальчика, чья мама вызвала помощь, нашли сразу. Паника была, если честно. Меня аж трясло. Женщина за руку меня схватила и в автобус. А так, ну, никогда не попадав в такую ситуацию, я не знала, что делать, если честно. Потом Ашут пошел по дворам собирать людей, но жители не хотели оставлять имущество. Народ у нас такой, действительно, вот все за имущество, за диваны, за кресла. Когда с верхних улиц поток начал нести автомобили, уговаривать больше никого не пришлось. Но время было потеряно. Вода начала заливать салон автобуса. Развернуться и подъехать к дому уже не было возможности. Пришлось уже сдавать тогда задом, выруливать. Уж как это Ашут фантастически делал, я просто не знаю. Но вот здесь было, конечно, страшно, потому что мы испугались того, что может нас машины, как легковые, уже в нас упереться в автобусы. Ашут до сих пор удивляется, как он проехал по затопленной дороге и не угодил колесом в речной обрыв. Говорит, если бы не сами жители, ему бы это точно не удалось. Ливень, пять-шесть мужчин. Вот ходили за автобусом, смотрели, чтобы я не туда не попал, не туда попал. Понимаете, спасибо огромное им. В мутном потоке мужчины на ощупь распознавали границы дороги. В итоге все пассажиры автобуса оказались в безопасном месте. Максим понимает, что благодаря именно этим людям он и остался жив. Их имена он навсегда запомнит. А Ашут и Наталья не считают себя героями. Говорят, это их работа и просто человеческий долг. Любой нормальный человек должен делать то, что ему положено по жизни. Все равно, кроме четырех досок, мы на тот свет ничего не возьмем. Ольга Музыка, Евгений Тюников, 9 канал, Новороссийск. Водопроводная система Геленджика выдержала удар стихии. Сейчас работает в нормальном режиме. На водозаборе специалисты тщательно следят за очисткой питьевой воды. Теперь это делают современные установки аквахлор. Это гораздо более безопасный способ, чем использование жидкого хлора, говорят сотрудники водоканала. Не пожалели средств на решение другой проблемы – автоматизацию насосных станций. Сейчас в Геленджике их больше двух десятков. Это позволяет снизить давление в сетях и равномерно распределять воду по всему городу. С 6-го, особенно когда пошел сильный дождь, нам пришлось принять решение отключить водозабор, чтобы не затопило главную подстанцию. Но 7-го числа мы уже запустили свой водозабор. Мы работали в нормальном режиме. Кроме того, большое внимание в Геленджике уделяют очистке источных вод. Их круглосуточно проверяют по химическим, микробиологическим показателям. Воду очищают, по словам лаборантов, на 92%. Говорят, по второму кругу можно в дома пускать. Несмотря на прошедшие проливные дожди, очистные сооружения канализации города Геленджика работают в штатном режиме. Нарушение технологии не зафиксировано. Очищенные воды сбрасывают в море на глубине 35 метров, 2 километрах от берега. В этом районе специалисты постоянно снимают пробы морской воды. В Краснодаре сегодня не прозвучала тревожная сирена, которую должны были проверить специалисты ГОЧС. Руководство городского управления гражданской защиты нам рассказало, что протестировать систему оповещения населения не получилось по техническим причинам. По каким именно, не уточнили. Звуки сирены пообещали в управлении прозвучат в краевой столице завтра в 10 часов. А вот в Армавире тестирование системы оповещения прошло так, как и было запланировано. Сирену слышали жители нескольких микрорайонов города. Напомню, подобные внеплановые проверки проходят по всей России по указу президента. Краснодарские врачи провели первую в мире пересадку лица ребенку с использованием цельного участка кожи. Двухлетнему Диме из Белореченска спасли жизнь в краевой клинической больнице. Мальчик получил ожоги четвертой степени. Пострадало около 50% поверхности тела, больше всего голова. Поэтому было принято решение провести операцию по пластике тела. Хирургическая бригада краевой больницы произвела забор кожи с живота. Рана была 24 сантиметра на 17 сантиметров. И одним большим трансплантантом, как маску, мы произвели эту операцию. Прооперированного ребенка уже выписали из больницы. Сейчас он проходит реабилитацию. Ранее считалось, что пластику можно выполнить только из нескольких участков кожи. Краснодарские комбустеологи, так называют специалистов в данной отрасли, совершили прорыв в мировой медицине, пересадив цельный лоскут кожи. Первую подобную операцию в краевом ожоговом центре провели два года назад. Тогда она была сделана взрослому человеку. 61-летней женщине по такой же технологии сделали пластику лица. Спасибо, что смотрите. Нас мы продолжаем. Здоровье пассажиров в Краснодарской маршрутке, попавших утром в ДТП, не вызывает опасений. Но какое-то время, по словам врачей, им придется провести в больничной палате. Всего пострадавших четверо, трое госпитализированы. Около 8 часов утра три пациента поступили. Состояние пациентов стабильное. Травмы не тяжелые, не относятся, но требуют стационарного лечения. Авария случилась на пересечении улиц Северная и Филатова. Микроавтобус 31 маршрута с пассажирами ехал из Комсомольского микрорайона в центр города. Столкнулся с другой маршруткой и въехал в столб. По предварительным данным, у водителя автобуса Хундай отказали тормоза. И он допустил столкновение с переде идущим автобусом также Хундай. И далее выезд на обочину и наезд на препятствие столб электроопоры. Пассажиры второй маршрутки не пострадали. У микроавтобуса после удара повреждена задняя часть кузова. Сейчас полицейские устанавливают точную причину ДТП. В Краснодаре совершено нападение на федерального судью. Утром, когда служитель Фемиды вышел из дома, на него напал неизвестный избей с больной битой. Неизвестно, чем бы и закончилось избиение, если бы не сосед пострадавшего. Подробности у Александра Леоненко. Нападение на федерального судью произошло сегодня утром на улице 4 Трудовая. Это все, о чем сообщили сегодня в Следственном комитете. Но нам удалось выяснить, что пострадавшим стал Геннадий Лаптев. Он служит в Прикубанском районном суде. То, что нападение произошло именно на Лаптева, подтверждают и соседи. Сегодня в 8.15 утра он открывал вот эти ворота для того, чтобы отправиться на работу. В этот момент и произошло нападение. К счастью, у служителя Фемиды в это же время на работу отправлялся его сосед. Я не видел, чем бил. Я сразу побежал одеть, собака загавкала, и я за ним помчался. Он чуть раньше меня был. Злоумышленник нанес несколько ударов. Бейсбольный битый по голове и телу судей. Но в схватку с подоспевшим на помощь соседом вступать не встал. И скрылся вон там, в ближайшем подворотне. Сам момент нападения должна была зафиксировать вот эта камера наружного наблюдения. Запись с нее сейчас находится у следователя и обнародованию не подлежит. Достоверно известно то, что судье понадобилась медицинская помощь. Те удары, которые все-таки неизвестный успел нанести потерпевшему по телу, по голове, они также причинили ему вред здоровью судье. И он с различными повреждениями головы тела госпитализирован. Помимо прочего, ему причинена рваная рана головы. Сам Геннадий Лаптев пока никак не комментирует нападение. Дома застать его не удалось, на телефонные звонки он тоже не отвечает. Между тем в следственном комитете возбудили уголовное дело. Следователи ищут злоумышленника. Не исключается, что нападение было связано с профессиональной деятельностью судей. Последнее время Лаптев рассматривал дело об организованной преступной группе. Александр Леоненко, Евгений Тюников, 9 канал, Краснодар. Проезд в общественном транспорте Краснодара подорожает с 6 августа. Билет в трамвай и троллейбусе будет стоить 14 рублей. Сегодня решение городской думы, которое было принято 19 июля, опубликовано в газете «Краснодарские известия». По законодательству оно вступит в силу через 10 дней после размещения в СМИ. Как посчитали в городском управлении цены тарифов, после повышения цены на билет трамвайные и троллейбусные депо перестанут работать в убыток. Часть прибыли пойдет на обновление подвижного состава и повышение качества перевозок. В Армавире сильный ветер едва не помешал установке купола на строящийся храм. Высотные работы начались рано утром после торжественного молебна. С помощью специального крамона медный купол весом в 5 тонн рабочие подняли на 40-метровую высоту. Храм этот уже можно сказать действовать. В нем уже можно молиться, в нем уже можно в принципе совершать богослужение. Потому что уже есть освященная какая-то определенная святыня. Когда в небо подняли позолочный крест, верующие начали молиться. Из-за сильного порыва ветра установить его получилось только со второго раза. Осветили этот крест-купол. Вот потому нам это и нужно, чтобы когда построятся колокола, забьют, это будет спасение идти на весь наш город. Строительство храма Рождества Христова началось в 2009 году на средства прихожан. Церковь возводили по старинной русской технологии. Верхняя часть здания сделана без единого прямого угла. Стены с многочисленными арками. Они называются закомары. А хорошую акустику внутри храма обеспечивают глиняные горшки. Их специально привезли из Иерусалима и замуровали стены. По словам настоятеля, первая служба в храме пройдет в Рождество. Сегодня в Лондоне в Кенсингтонском парке открылся «Раша Сочи Парк». Это презентационная площадка Олимпийских игр в Сочи. В церемонии приняли участие вице-премьер правительства Дмитрий Казак и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, журналисты. Для публики павильон откроется завтра на площадке «Раша Сочи Парк». Посетители смогут познакомиться с Россией, Краснодарским краем. А также поиграть в интерактивную игру «Формула-1» и отправиться в 3D-полет по бобслейной трассе. Ну а теперь к нам присоединяется спортивный обозреватель фактов Павел Лаврентьев. Он уже в студии. Добрый вечер, Павел. Здравствуйте, Екатерина. Такая жара на улице. Как спортсмены тренируются в такой погоде? Во-первых, они на то и спортсменны, чтобы переносить все эти тяготые невзгоды. А во-вторых, погода-то хорошая, температура просто некомфортная. Сейчас, наверное, удобно. Это хоккеисты. С них и начнем. Новости спорт на девятом. Новости спорт на девятом. В 2012 успел примерить формы сразу трех клубов. Ранее упомянутого «Витязя», хоккейного клуба «Рязань» и команды из молодежной хоккейной лиги «Русские Витязи». Оба игрока уже присоединились к команде. Напомним, Кубань проводит предсезонный сбор под Минском в Олимпийском центре подготовки. Футбольный клуб с защитником Евгением Горбанцовым горожане расстались с молдавским форвардом Игорем Пекущиком. Футболист перешел в Пермский Амкар. Условия контракта согласованы как между клубами, так и с самим игроком. Отмечу, что с его ухода в распоряжении главного тренера «Быков» слова Люба Муслина осталось только двое нападающих. Юрмав Сесян – новобранец команды «Молодой Хазерапаев». Судя по всему, нам стоит ожидать появления в команде нового атакующего игрока. Вероятно, клуб пополнит свои потери. Трансферное окно в России закрывается только в 6 сентября. Церемония открытия Олимпиады состоится завтра. Первый представитель Краснодарского края выступление на главных летних стартах четырехлетия начнет уже сегодня. Речь идет об Ибрагиме Бальде. Новый игрок в футбольной Кубани будет играть в составе Олимпийской сборной Сенегала против команды Великобритании. Легионером желто-зеленых африканский спортсмен стал на прошлой неделе, однако даже не успел пройти медобследование. Был занят подготовкой к играм в Лондоне. Бальде рассматривается как основной нападающий своей команды, так что сегодня он, вероятно, выступит в стартовом составе. И на этом я с вами прощаюсь. Прямо сейчас прогноз погоды. Оставайтесь на девятом. Будьте в форме. Генеральный спонсор прогноза погоды «Кангаро» – это крупнейший в Южной Корее производитель автохимии и автокосметики. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин